Каждая минута дорога для этих бразильских умельцев. До знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро осталось меньше месяца. Мастера торопятся дошить яркие и сверкающие костюмы для своей школы самбы. «Это грандиозная работа, но она прекрасная. Я с удовольствием делаю каждый шов». В мастерской делают костюмы для школы самбы Маседате. Она одна из старейших в Рио-де-Жанейро и существует почти полвека. «Я всего лишь продюсер, но в команде есть дизайнеры, художники, кузнецы, плотники и многие другие мастера, которых я также считаю творческими людьми. Они своими руками воплощают в жизнь карнавальные проекты». К карнавалу начинают готовиться ещё за год до его начала. В параде обычно участвуют 24 школы самбы. 12 из них – элитные. В каждой команде от 4 до 6 тысяч выступающих. В этом году карнавал в Рио продлится с 17 по 25 февраля. Бумага, краски и мастерство – вот почти и всё, что нужно для создания таких прекрасных изделий из папье-маше. Эти произведения искусства рождаются в семейной мастерской в индийском Сринагоре. Масраджан помогает мужу сохранить традиционное ремесло. Её искусная роспись завораживает. «В 2011 году я сделала чашку и получила за неё государственную премию. Через год я сделала шкатулку для драгоценностей и тоже получила награду. Потом сделала панно, и меня наградили за эту работу в 2016 году. У меня три награды». Супруги делают вазы, подносы, шкатулки и статуэтки. «Я призываю людей учиться этому искусству вместе со своими родными. Помогите сохранить это мастерство и почтение к ремеслу». Родиной папье-маше считается Китай. Там из этого материала делали доспехи и шлемы. Со временем ремеслом заинтересовались в Японии и Персии. А потом изделия из папье-маше стали популярны во многих странах, в том числе и в Индии. Последние десять лет Мухаммад Иджаз учился рисованию и даже сам стал преподавать. Новое увлечение появилось у мужчины в центральной тюрьме пакистанского города Карачи, где он отбывает 25-летний срок за похищение человека с целью выкупа. Говорит, что искусство помогло ему и финансово, и духовно. «То, что мы рисуем, продают на выставках. Деньгами, которые мы здесь зарабатываем, мы поддерживаем семьи, а также оплачиваем свои расходы. Недавно некоторые наши работы выставили в Исламабаде. Что-то уже продали, что-то пока нет». По словам Мухаммада, рисование помогает выразить эмоции, а также справиться со стрессом от жизни в тюрьме. «Когда рисую, то погружаюсь в спокойствие. Цвета передают настроение радости и грусти. Через картины я выражаю разные настроения. Эта картина, которую я только что закончил, передаёт счастье и печаль во время путешествия». Соприкасаться с искусством полезно для всех людей в целом. Но для заключённых это ещё более важно, говорят психологи. «Многие заключённые, которые сегодня находятся в тюрьме, происходят из неблагополучных семей. Они выросли в очень жестокой среде. Так что за этим всегда стоят истории. Думаю, очень важно залечить некоторые душевные травмы с помощью искусства». Впрочем, в этой тюремной школе учат не только рисованию. Заключённые здесь также преподают музыку и вышивание. Однан Куреши попал в тюрьму в 25 лет. Сейчас ему 40. Он работает учителем музыки. Говорит, что это тоже помогает заключённым дать выход своим эмоциям. «Те два-четыре часа, которые заключённые проводят здесь, в классе, заставляют их забыть о неприятностях, связанных с судебными процессами. Так что это изменило нас. Когда мы здесь, на уроке, мы думаем только о музыке». При этом заключённые пока не могут сократить свой срок, посещая художественную школу. Куреши считает, что это нужно изменить. Сегодня в тюрьме содержат около шести тысяч заключённых. И более полутора тысяч из них посещают школу искусств. Шесть птенцов пингвинов Адели радуют посетителей зоопарка Гвадалахары в Мексике. Они вылупились после длинного путешествия ещё в яйцах. Их доставили самолётом из Сан-Диего для обеспечения генетического разнообразия особей в зоопарке. В общей сложности транспортировали 12 яиц. Вылупилась половина. «Мы перевозили яйца в инкубаторах, постоянно контролировали их температуру и влажность. На протяжении всего пути за ними наблюдали специалисты. Мы старались сделать всё максимально быстро и безопасно». Соопарк Гвадалахары – один из немногих на континенте, который разводит этот антарктический вид. «Мы – единственное учреждение, которое заботится об этом виде в регионе. Есть только два учреждения в США, которые работают с этим видом». В отличие от других видов пингвинов, эти живут в самой южной части Антарктиды. Вот почему так сложно воссоздать требуемые им условия. «Здесь в зоопарке Гвадалахары нам удалось воссоздать эти условия. Они живут при температуре 0 градусов по Цельсию в полностью контролируемой среде. У нас есть машина, которая ежедневно производит полторы тонны снега». Пингвины Адели живут и размножаются на побережье Антарктиды и на небольших островах с обнажёнными скалами. Они вырастают до 70 сантиметров и весят от трёх до шести килограммов. В красном списке Международного союза охраны природы они отнесены к категории, которая вызывает наименьшее беспокойство. Столица Кыргызстана Бишкек на днях на короткое время заняла первое место в списке самых загрязнённых городов в мире. Рейтинг составляет сайт глобального мониторинга воздуха IQ Air. Индекс качества воздуха в городе почти с миллионным населением составил 222. Он основан на измерении содержания различных загрязняющих веществ и твёрдых частиц. Индекс выше 300 считается опасным. Уже через несколько часов рейтинг возглавил пакистанский город Лахор. А индекс качества воздуха в Бишкеке упал до 147. «Основным источником загрязнения воздуха в отопительный период является жилой сектор, который отапливает не только низкокачественным твёрдым топливом, но и различными отходами швейной промышленности и автошин». Есть ещё один фактор загрязнения. «В городе циркулирует около 460 тысяч личных авто зарегистрированных. Также 130 тысяч ежедневно заезжает автомашин в город. И всё это является источником загрязнения воздуха в течение всего года». В Министерстве окружающей среды говорят, что в свете тяжёлого экономического положения каргызов экология отходит на второй план. «У нас очень старый парк автомобилей. У нас 85% автомобилей старше 15 лет. Сами понимаете, что катализаторы тоже имеют свой срок эксплуатации. Катализаторы у нас продаются в силу экономической выгоды». Местные жители говорят, что стараются как можно реже выходить из дома. «Смог очень на нас влияет. Днём даже погулять невозможно. Но даже когда выхожу вечером, сразу начинаю кашлять. Я старый, но даже молодые стараются не выходить». Ранее в январе Мария Бишкека провела серию экстренных совещаний. На них обсудили проблемы чрезмерного загрязнения воздуха и предложили долгосрочный проект по замене угольного отопления на газовое. 8 тысяч километров проехала на велосипеде француженка Натали Массе, чтобы напомнить людям о важности сохранения здоровой почвы. Сейчас её встречают в Каимбатурии на юге Индии. Натали начала велопробег 21 июня прошлого года. В этот день завершилось путешествие индийского йога Садхгуру. Ранее он запустил глобальное движение «Спасём почву», в рамках которого совершил поездку на мотоцикле по 27 странам. Она длилась три месяца. Французская велосипедистка решила подхватить эстафету. «У нас проблемы и неприятности из-за того, что нет гармонии с природой, нет заботы о почве. Это меня потрясло». Натали пересекла Францию, Италию, Словению, Хорватию, Сербию, Болгарию и Турцию. Хотела проехать через Иран и Пакистан, но не решилась из-за нестабильной политической ситуации в этих странах. Сирия также отпала. «Я полетела на самолёте из Инкары в Дубай, а из Дубая поехала на велосипеде в Маскат, столицу Омана. Там села на самолёт в Мумбаи. Я пересекла 10 стран». По дороге француженка заезжала на фермы, где выращивают сельскохозяйственные культуры без пестицидов и химических удобрений. Также она посещала школы, колледжи и университеты и общалась с учащимися. В Каимбаторе велосипедистка заехала в центр йоги, открытый индийцем садхгуру. «Мы все собрались в центре йоги, чтобы поприветствовать велосипедистку. Видеть, как она прибывает, было очень волнующе». Специалисты говорят, что более трети пахотных земель в мире уже деградировали из-за эрозии почвы. Причина в сильных ветрах и дождях – использование техники и химических веществ, а также в разрастании городов. «На юге Бразилии автобус упал с 10-метрового моста. В нём ехала юношеская футбольная команда. Погибло не менее четырёх человек». «Водитель потерял контроль над автобусом, и тот упал с моста, перевернулся и остался лежать на крыше». По данным местных СМИ, ДТП произошло рано утром у муниципалитета Ален Парайба в штате Минос-Жерайс. Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Большинство из них – подростки, члены юношеского футбольного клуба «Вилья Мария Лена» из Рио-де-Жанейро. Погибли трое подростков возрастом от 14 до 17 лет и один взрослый. «Много пострадавших. Сын сказал, что не знает, где его тренер, и мы ждём новостей». Команда возвращалась с победой после участия в финале национального турнира. Там она выиграла титул среди юношей до 18 лет и заняла второе место среди юношей до 16 лет.